16 серия по сути ничего крупного по трассе больше нет есть вот с правой стороны сейчас проезжаем силы свях вот и трасса практически без особых помещательных населенных чуть дальше будет кутьях но это в стороне и объектив не попадет самый крупный населенный пункт по пути будет это нефтьюганск но его будем проезжать не заезжая в город тот момент где с трассы видно будет сам город здание вот этот участок будет без ускорения чтобы могли рассмотреть ну а так ничего больше особенного примечательного сказать не могу убираю оригинальную аудиодорожку потому что там начинает играть временами fm-радио и во избежание проблем с youtube а значит буду использовать музыкальные композиции из медиатеки сейчас посмотрю что поступило из сообщение к этому времени прочитаю так комментарий от артема 33 кому как меня издал в подъемках по трассе утомляет видимость ограничено и встречка слепит если уж вообще без вариантов то уж как-нибудь потихоньку так а вот здесь валентин уже ответил валентин ответил и написал честно вам скажу я тоже не фанат ездить по ночам по тем же причинам очень много сил и энергия уходит на концентрацию но в данной ситуации вынужден был ехать именно так потому что у меня уже был куплен билет на поезд а в предыдущих видео я ехал по ночам по причине того что не успевал за светлое время доехать до крупного города и излюбленный мой паркенг написано по-американский блин и излюбленных мной паркинг гидромаркетов диалента бог ему контролер так дальше валентин отвечает добавил а билет я был вынужден купить заранее потому что не хотел на несколько дней застрять в старгуте так ну понятно значит повторю что эта серия заключительная следующий маршрут будет москва тюмень ну там часть маршрута пройдет по восточному варианту ну а потом снова по северному варианту от нижнего в сторону перми так теперь опять к этому видео вернусь в конце фильма движение по сургуту я оставил без ускорение то есть среди этот с нормальной скоростью но аудио дорожку пришлось удалить потому что там постоянно вот это fm радио которое по понятным причинам я недолюбливаю ну а до нефтьюганска будут композиции из медиатеки ютуба по мере того если будут поступать сообщение буду отвечать на комментарии или если что вспомню ну а сейчас пока послушайте музыкальные композиции музыка 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 Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в наш канал! 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал 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 DimaTorzok 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова На развязке на улицу Грибоедова С Тиминского тракта на развязку ушли на улицу Грибоедова И двигаемся в сторону станции Соргут Железнодорожная станция Соргут Что еще тут можно сказать Дороги в Соргуте Замечательные Вообще Соргут сам по себе Мне город тоже очень понравился Я там был по-моему весной Этого года 18 Или 17 Уже не помню Специально немного проехал Была возможность Проехать через город Но это видео Можете посмотреть Соргут, Москва Да что ты будешь делать с этими Очень красивый город Что рассказывать Про Соргут Сами все Видите Охрана утром в Соргуте Значит С правой стороны Микрорайон Пикс С левой Микрорайон Железнодорожников Далеко справа Арафонтовская улица С правой стороны Улица Крылова Трудно объяснить Чем выделяет Цель своим Спокойствием Такой размер Размеренностью Нет Суеты Как в Москве Например Вот Убираю звук Совсем Здорово Напрягает Вот это Авторские права Там Какая нибудь Пилунья Одну ноту Векнула В эфире Все Авторские права И Работает Радио В салоне Автомобиля Вот такая Вот у нас пока Политика Ну вот Железнодорожный переезд Это Есть Станция Саргут Какой нибудь Саргут Нибудь Саргут 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 Так, станция Сургут, но вот Валентин побежал за билетами. Надеюсь, бронировал их. Не знаю. Привокзальная улица. Ну, называется станция Сургут. На самом деле это вокзал, железнодорожный вокзал в Сургуте. Ну, вот на карте указано, что станция. Так, ладно, пока он ходит за билетами, послушайте музыку. Новый год Да, это срега. Потерн. Проблема. На самом деле это было где-то срега. Редактор срега срега. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Так, на светофоре пересекаем улицу. Называется привокзальная улица. ДимаTorzok 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 Солнце в лицо. Плохо видно город. ДимаTorzok 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 Что на видеорегистраторе DATACAM6MAC Установлен Фильтр Который в какой-то степени отсекает Иначе вообще бы ничего не было видно ДимаTorzok 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 Картинку Изображение Поэтому можно кое-что еще рассмотреть Но С улицы Грибоездово На развязке Выходим на Тюменский тракт И тогда солнце будет Уже Сбоку При желании Наверное можно рассмотреть дома Еще раз обращаю ваше внимание на Состояние дороги Солнце немного сместилось Развязка 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 А Развязка 's Развязка Долг Высотные красивые дома Ну и вот уже на Тюменском еще не совсем. Сейчас будет правый поворот. Вот опять на Тюменском тракте. И двигаемся в сторону Нефтьюганского шоссе. С правой стороны 37 микрорайон. Тут много микрорайонов. 5, 14, 11 и так далее. Впереди развязка. За развязкой сразу начинается Нефтьюганское шоссе. Пересекаем Аэрофотовскую улицу. Вот такая вот развязка двухуровневая. Поверху проходит Аэрофотовская улица. И вот сейчас за развязкой это уже Нефтьюганское шоссе. С правой стороны спальные районы. Микрорайоны. Но с левой стороны вот этот и один. Я не знаю, что это такое. Торговый град. Ну, далеко слева Опь. Не Опь, извиняюсь. Это Черное озеро, что ли. Сургутское водохранилище. Господи. С левой стороны Сургутское водохранилище. Огромное. И водохранилище Гресс. Двигаемся в сторону водохранилища Гресс. Не знаю, куда он повернёт дальше. С правой стороны параллельно через квартал проспект Мира. Центр Сургута. Сургута. Небольшие заторы на светофоре. Но я бы не видел, что кто-то дёргался, кто-то подрезал. Ну, какое-то спокойствие северное. Люди севера спокоены, суровы, но вежливы. Кстати, вот обратил внимание, нигде больше, как на севере, особенно на трассе север, такого доброжелательного отношения у водителей друг к другу нигде и больше не замечал. Всегда остановятся в случае необходимости вот на трассе Север и на трассе Амур. Это нужно отдать должное. Если видят, что автомобиль стоит там с аварийкой, мигает, остановятся, подойдут, спросят, в чём дело, нужна ли помощь или нет. Это факт. Ну, по крайней мере, я на себе это всё испытал. Трасса Север и трасса Амур. Продолжаем движение по улице Нефтьюганское шоссе. С левой стороны торговый град. Так, СЦБПО, ЭПУ. Пусть сами расшифровывают составители. С правой стороны микрорайон 11А, 13А, 15А, 16А, 34-й микрорайон. И параллельно идёт проспект Мира с правой стороны. С левой стороны, как я понял, это промзона. Она отгораживает лесополосой большой микрорайоны от промзоны. зоны. Зон. Зон. Продолжение следует... Далеко впереди развязка, электротехническая улица, круговое движение и с кругового движения можно уйти на эту улицу. Но центр города, с правой стороны походу, солнце опять в лицо. Солнце в лицо по утрам. Это один из бичей дальних поездок. Поэтому желательно иметь комплект очков с полиатизованными стеклами. На случай, когда солнце слепит и на тот случай, если туман, плохая видимость, обязательно нужно иметь желтые очки. И видимость резкого становится лучше, улучшается. Правильно как сказать. Ищет мойку, вертится. Автомобили в основном чемазые. С правой стороны какая-то база называется СУТТ-6. Вот так вот по краине Сургута. Можете посмотреть на город, окраину города. Край довольно суровый, но люди очень доброжелательные. Движение по улице называется Нефтьюганское шоссе. Впереди развязка. Круговое движение. Третий съезд это на Нижневартовское шоссе. Нет, вон дальше за этими закольцами. Что-то за кольца заправка. АЗС. Что за С. Не указано на карте. Нет, есть эталон. Заправка так называется эталон. С правой стороны улица 30 лет Победы. Оно тоже подключается к круговому движению. К кольцевому движению. Напомню, что третий съезд это на Нижневартовское шоссе. И вот по Нижневартовскому шоссе можно приехать в Нижневартовск. Как называют его местные жители Вартовск. Очень такой примечательный памятник при подъезде к городу. Стоят шахтеры и факел, как вечный огонь горит. Очень симпатично смотрится. Но в этот раз у нас Нижневартовска не будет. Вот этот город Сургут. Это финиш маршрута Москва-Сургут. Далее я уже проанонсировал. Это будет Москва-Тюмень. Ну а третий маршрут пока называть не буду, чтобы не искушать Александра Седьмого. А то он уже начнет сразу по карте смотреть, просчитывать. Нет уж, дружище, потерпи. Вот сейчас был правый поворот. Это на улице 30 лет победы. И двигаться в сторону центра Сургута. Въезжаем на круговое движение. Первый съезд это на улицу 30 лет победы. Второй съезд, не знаю, а улица рациональная, а улица рационализаторов. И вот третий съезд, только что проехали, был правый съезд. Нижневартовское шоссе было. Сейчас движение по улицу электротехническое. С правой стороны не очень далеко к Амацу. По всей вероятности сборочная площадка. Не знаю, врать не буду. Впереди левый поворот на Аграрную улицу. Вот он, проезжаем левый поворот. Так, и двигаемся в сторону. Не знаю, в какую сторону двигаемся. Так, будет правый поворот улицы энергостроителей. Электротехническая улица перетекает в улицу энергостроителей. Это я немножко вперед. Вот правый поворот перед, за железнодорожным переездом. Правый поворот на Пионерную улицу. Правый поворот на Пионерную улицу. А пока двигаемся по электротехнической. Обратите внимание на полотно дороги. Вот правый поворот и начинается улица энергостроителей. Дымят котельные. Это север. С правой стороны вижу технические сооружения. Может нефтебаза, может что-то другое. Ну, промзона есть промзона. Тут особо любоваться не на что. И Валентин заезжает, если я не ошибаюсь, на автомойку. Сейчас правый поворот. Вот промзона отличается тем, что вот эти воздушные по воздуху трубопроводы с теплом, с водой. Так, правый поворот и куда? 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 Никуда его приехал? Куда? Покрутился, повертелся, ищет заезд на автомойку. Ну, конечно, тут до цивилизованной автомойки далековато. Я имею в виду подъезд и дорога. Сейчас снова выйдет на улицу энергостроители и снова... Сразу повернет направо заезд, наверное, на автомойку. И сразу направо. То есть заезд к автомойке с другой стороны. Вот она, автомойка. Но тут комментировать нечего. Поэтому я поставлю музыкальную композицию. На этом я комментировать заканчиваю. Пока никаких сообщений не получил. Отвечать пока не на что. С вами расстаюсь до следующего маршрута. Москва-Тюмень. Который начну обрабатывать и размещать. Сразу слез за маршрутом Москва-Сургут. Ну все. До новой встречи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!